МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. Смотрите сегодня. Жилищные вопросы в приоритете. В Москве состоялась встреча главы Чувашии Михаила Игнатьева и министра строительства и ЖКХ России Михаила Мения. По долам, по оврагам. В село Чемурша Чебоксарского района сложно проехать даже скорой помощи и пожарным. Что наша жизнь? Заслуженный артист России Валерий Павлов отметил юбилей. В сложной экономической обстановке Чувашия обеспечивает загрузку строительного комплекса и выполнение государственных программ. Такое заявление на рабочую встречу с главой республики сделал министр строительства России Михаил Мень. С руководителем федерального ведомства Михаил Игнатьев встретился накануне в Москве. Подробности в репортаже Дмитрия Ковалева. На встречу с руководителем федерального ведомства Михаил Игнатьев приехал с подробным отчетом о реализации значимых программ в сфере строительства и ЖКХ. Взятые на себя обязательства республика выполняет сполна. На особом контроле правительства возведение жилья для переселенцев из аварийных домов. Из бараков в комфортные квартиры переехали более 6 тысяч человек. В следующем году эта программа будет реализована полностью, отметил глава Чувашия. В республике успешно реализуют и программу капитального ремонта жилого фонда. До конца этого года планируют отремонтировать 450 домов. Еще более 23 тысяч человек улучшат свои жилищные условия. Общий объем вложенных финансовых средств составит не менее 600 миллионов рублей. Так что задачи стоят, задачи будем исполнять. Сегодня уже объявлены аукционы на выполнение подрядных работ. В прошлом году капитальный ремонт оплатили более 90% жильцов. Федеральный министр Михаил Мень отметил, что эта динамика должна быть сохранена. На постоянном контроле находятся вопросы улучшения жилищных условий ветеранов войны. В Чувашии, рассказал Михаил Игнатьев, сейчас в очереди стоят более 200 человек. Мы прогнозно первоначально не рассчитывали. Цена вопроса 75 миллионов рублей. Мы свои заявки оставили. Полагаю, что к 2016 году произойдут определенные изменения, корректировки в федеральном бюджете. И все ветераны 100% в этом году, в 2016 году получат. В рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» в республике намерены возвести более 200 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Для того, чтобы реализовать поставленные задачи застройщиков и дальше, необходимо освобождать от строительства инженерных коммуникаций. Михаил Мень взял на контроль и проблемные вопросы. Мы признаем, что упал покупательский спрос. Есть отдельные проблемы по отдельным программам, по нашим территориям комплексной застройки. Он все наши просьбы взял для работы, для нашей совместной деятельности. И полагаю, что в дальнейшем эффективном взаимодействии в течение 2016 года мы больших сбоев не допустим, а сохраним достигнутый тем 2015 года. В федеральном ведомстве окажут поддержку при строительстве в республике станций по перегрузке мусора. Эти комплексы появятся в Шумер, Леолатаре и Канаше. Они помогут обеспечить 100% уровень сортировки твердых коммунальных отходов в республике. Медрик Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика, из Москвы. Служба наркоконтроля республики отметила 13 лет со дня своего создания в торжественном собрании. По этому поводу участвовала и глава Чувашия. Борьба с наркотиками задача государственная. В этой необъявленной войне гибнут люди, причем, как правило, молодые. За 13 лет существования службы ситуация в этой сфере изменилась в лучшую сторону. И об этом говорили сегодня на собрании. Прилечены административные ответственности более 5000. Выявлены и раскрыты почти 5000 наркоприкуплений. Из них более 620 совершенных в групповых формах. За 13 лет в управлении мы взяли из незаконного оборота более 420 килограмм подконтрольных веществ. В том числе более 11 килограмм героина. 23 килограмм различной синтетики. Чем изворотливее продавцы и потребители, тем жестче работают наркополицейские. Любой сигнал проверяется. Благодаря комплексной работе ликвидировано 9 наркопритонов. Закрываются каналы поставки в республику синтетических производных. Слаженно работают системы комплексной реабилитации и ресоциализации зависимых людей. Снизилась первичная заболеваемость. Общий уровень наркотизации в Чувашии более чем в полтора раза ниже, чем в ПФО. Добиться таких результатов не просто сказал, поздравляя сотрудников наркоконтроля, глава Чувашия. Конечно, вы избрали профессию по жизни. Это служение отечеству. Это на самом деле очень важно. И патриотизм, и любовь к земле, и любовь к родине, и ряд других качеств, которые присущи вам. Хочу вас поблагодарить за конструктивное и эффективное взаимодействие со всеми правоохранительными органами, с органами прокуратуры, с общественными институтами, с общественными организаторами, лидерами общественного мнения. Потому что это дает на самом деле синергетический эффект. За вклад в обеспечение законности и правопорядка лучшим сотрудникам наркоконтроля были вручены заслуженные награды. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Завтра в 17.30 в эфире национального телевидения программа «Правительственная связь». Гость студии – министр здравоохранения Чуваши Айла Самойлова. Руководитель Минздрава расскажет, почему 2016 год в здравоохранении Республики объявлен годом борьбы с болезнями органов дыхания, какие факторы риска развития данных заболеваний наиболее часто встречаются у жителей Республики и какие мероприятия запланированы в Республике в рамках этого года. Выехал с бампером, вернулся без. В такой ситуации нередко оказываются жители села Чемурша Чебоксарского района. Виной всему местные дороги, вернее их отсутствие. Наша съемочная группа тоже испытала на себе дорожные приключения. Ехали-ехали в яму Бубух. Так добиралась наша съемочная группа до места съемок деревни Чемурша. Мы таки добрались. Однако так везет не всем. Местные водители рассказывают. Жители небольшого села между Чебоксарами и Новочебоксарском не понаслышке знакомы с городским термином «пробка». По утрам здесь застревают по пять машин. Дорога вообще убитая. Невозможно ездить по ней. Каждую неделю, каждый месяц практически меняем ходовую машину. Хлеб в местный магазин привозят на несколько дней вперед. Чаще поставщики просто отказываются сюда приезжать. А скорая помощь перестает быть скорой. Врачей приходится встречать на въезде в село и дальше пешком. Мы даже договариваемся, что вот возле производства дверей, значит, останавливается. Мы туда бежим. И такие моменты бывают. А живем между двумя городами. Вроде как цивилизовано все. Но неудобства очень прям, конечно, большие испытываем. Каждый день мы ездим в садик. Сейчас ездим в больницу каждое утро. И по утрам выбираться в садик или в больницу очень проблематично. Дороги плохие их не чистят. Мы едем, и машину жалко, потому что задевает защита и боимся что-нибудь оставить на дороге. Если попадается встречная машина, разъехаться не еще проблематичнее. Звонили главе администрации, он нам сказал, что подождите, снег растает. Нам глава сельского сельского поселения пообещал решить проблему значительно раньше. Впрочем, выяснилось, что проблема не только в снежном покрове, а глубже. Под снегом, как таковой дороги, то есть асфальтового покрытия, нет. Жители рассказывают, пытались построить дорогу собственными силами и даже собрали по 6 тысяч рублей со двора. Однако это капля в море. Глава поселения отмечает, по смете выходит более 30 миллионов рублей. Таких денег ни у жителей, ни в казне сельского поселения нет. Так что единственный шанс попасть в госпрограмму по развитию сельских территорий. У нас сегодня подготовлено проектно-сельская документация. Сейчас находится госэкспертиза. Ждем выхода. И планировали, за счет средств населения подготовили проект. Впрочем, проект – это только первый шаг. Необходимо разработать проектную документацию, пройти государственную экспертизу, направить заявку Минтранс совместно с администрацией сельского поселения. Минтранс Чуваши, собрав все заявки со всех районов раз в год, исходя из бюджетных возможностей, делает перечень мобильных дорог. Распределяет, соответственно, по району. Когда будет известна сумма на район, район должен дать предложение о приоритетах включения того или иного населенного пункта. Если предположить, что в самое ближайшее время проект пройдет экспертизу и даже попадет в перечень приоритетных по Чебоксарскому району, сказать точно, когда у селян появится дорога, а специалисты не берутся. Средства в этом году ограничены. Впрочем, есть и хорошие новости. Пока материал готовился к эфиру в село для уборки снега, таки приехал трактор. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Благоустройство стало одним из критериев республиканского конкурса, проводимого среди городских и сельских поселений Чуваши. Сегодня в Министерстве строительства подведены итоги за 2015 год. Победители республиканского конкурса выбирали по четырем категориям в зависимости от количества жителей. Учитывался ряд показателей развития жилищно-коммунального комплекса и благоустроенность, экология, состояние дорог. В итоге победителями среди городов стал Канаж, второй и третий места у Козловки и Урмар. В других категориях лидерами были признаны село Порецкое, Кшаужское и Арабосинское сельские поселения. Ранняя весна заставила сотрудников МЧС проверить толщину льда на Волге и Суре. С каждым днем выходить на реки и озера становится все рискованнее. Толщина ледового покрова на Волге варьируется от 12 до 26 сантиметров. Самый опасный лед в районе Чебоксарской ГЭС, а также рядом с деревней Курочкино Козловского района. Сура опасна неподалеку от города Шумерли, а села Порецк и близ с железнодорожного моста города Алатырь. 16 апреля пройдет международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант-2016». Почти 150 тысяч человек в этот день сядут за парт и проверят свои языковые знания. Те, кто в своих силах не уверен, могут пустить курсы подготовки. Почти в 150 городах России и зарубежья филологи и лингвисты объяснят сложные правила орфографии и грамматики. Также с 3 марта запустили онлайн-курсы на сайте тотального диктанта totaldict.ru. «Тотальный диктант» – одно из знаковых образовательных событий страны. Ежегодно количество участников растет только за 2015 год. Почти 94 тысячи человек по всему миру писали под диктовку. Из них лишь 2% справились с заданием на «отлично». А лидерами по орфографическим ошибкам были слова «вполуха» и «вполоборота». В этом году текст диктанта подготовит детский писатель Андрей Усачев. Что наша жизнь? Игра. 65-й день рождения отметил на сцене Театра юного зрителя заслуженный артист России, народный артист Чуваший Василий Павлов. Василий Павлов родился в 1951 году в деревне Кудиснера Урмарского района. Большую часть жизни артист провел на сцене. В театре он служит уже 45 лет. Им созданы более 100 ролей. Юбилей актер отметил творческим вечером в своем родном театре юного зрителя. Он вышел на сцену в роли Николая Странного в спектакле «Наш отец женится». С 12 по 15 марта в Чувашском государственном театре оперы и балета пройдут дни чувашской музыки. Интервью с художественным руководителем и главным дирижером театра Ольгой Нестеровой в программе «По существу» сразу после нашей программы. А сегодня в эфир национального телевидения «Чувашия» выйдет новый выпуск программы «Бухты-барахты». Волшебник дядюшка Бух вместе с юными ведущими выясняет, что нужно делать, чтобы не убегало молоко. Учится сочинять стихи и знакомить зрителей с полезными комнатными растениями. Это все новости на сегодня. Хороших вам выходных! Хотите совершить увлекательное путешествие в эпоху мезозойской эры? Тогда вам сюда, на уникальную выставку «Мир динозавров». 30 монстров шевелят лапами и хвостами, открывают пасть, моргают и даже дышат. Кстати, каждый герой этой выставки оснащен специальным датчиком движения. Пока около зверя никого нет, он неподвижен. Но как только вы приблизитесь к нему, он сразу начнет шевелиться и рычать. Ну а выглядят динозавры, как живые. Кажется, сейчас этот монстр махнет мощным хвостом и перепрыгнет через ограждающий барьер. Выставка, как скажем, по последним технологиям, более уже с каждым годом совершенствуется. Мы что-то дополняем, добавляем. Были в 2013 году здесь, но сейчас добавили несколько экспонатов, скажем так, улучшили, что-то добавили. Свет там, декорации. Ну и вновь посетили чебоксары. На каждой выставке есть какой-то определенный, который все знают. Это трицератоп, стиранозавр, допустим, диплодок. Но есть некоторые, на некоторых выставках присутствуют, допустим, какой-то конек у кого-то свой есть. У нас, допустим, тоже есть там недавно открытые, как газозавр, герерозавр, ахиллобатор. Вот такие экспонаты у нас присутствуют. Мир динозавров не единственный выставочный зал. Параллельно в павильоне работает экспозиция восковых фигур. Герои сказок, современных мультфильмов, знаменитости. А всего более 50 экспонатов. Плюс старая добрая комната смеха. Еще один зал – выставка патологии человеческого тела кунсткамера. Ошибки природы и последствия употребления алкоголя, наркотиков и табака – вот главные экспонаты этого зала. И каждый из них по-своему завораживает. Я пришел впервые сюда. Я поражен это в хорошем смысле, потому что в самом деле все так здорово. Такие динозавры, восковые фигуры, богатые декорации, очень много площадей, очень много экспонатов. Все так качественно сделано. А если вы еще не успели познакомиться с животными, обитавшими на Земле в различные исторические эпохи, то у вас есть такая возможность. Выставка работает до 3 апреля ежедневно с 10 до 19 часов в МТВ-центре на пятом этаже. Редактор субтитров А.Семкин